5 класс 37 серия игровые задачи игры шутки почему такое название игры шутки потому что независимо от того как играют игроки и так все ясно кто выиграет давайте рассмотрим такую задачу на столе конфеты 31 штука двое играющих делают поочередно ходы за один ход разрешается разделить любую из существующих кучек на 2 проигрывает тот кто не может сделать ход кто выиграет при правильной игре в этой игре выиграет второй игрок независимо от того как он играет победа ему обеспечена потому что здесь все определяется числом ходов сколько ходов будет продолжаться игра так вот сначала была одна кучка которой 30 одна конфета одна кучка была сначала а затем конфеты будут выложены вот по 1 значит будет тридцать одна кучка тридцать один минус 1 30 ходов будет продолжаться игра последний тридцатый ход сделать второй игрок потому что он делает четные ходы и последний тридцатый ход сделает второй игрок независимо от того как он играет он выиграет игры симметрии вот здесь уже надо отвечать симметричным ходом на ход противника только в таком случае победа будет обеспечена здесь очень важно как играть так на столе две кучки конфет по 32 игра игрока делают ходы поочередно можно взять любое число конфет но только из какой-то одной кучки выигрывает тот кто возьмет со стола последние кто как выиграет при правильной игре значит в этой игре при правильной игре выиграет второй игрок он должен отвечать симметричным ходом на ход противника допустим первый берет пять конфет из какой-то одной кучки значит второй игрок берет точно такое же число конфет но только из другой кучки догирая таким образом он сможет выиграть он отвечает симметричным ходом и так выиграет 2 при правильной игре следующая задача лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за три часа такое же расстояние плод проплывает по реке за шесть часов сколько времени затратит лодка на тот же путь по течению реки это когда лодка идет по озеру она идет собственной скоростью и за один час она преодолеет одну треть расстояния плод плывет со скоростью течения реки и за один час он предали преодолеет одну шестую часть когда лодка плывет по течению значит нужно учитывать и собственную скорость и Скорость течения реки. Значит, за 1 час будет пройдено 3 шестых всего расстояния или 1 вторая часть. Итак, за 1 час 1 вторая часть. Значит, весь путь за 2 часа. Ответ 2 часа. Следующая задача. На сколько процентов увеличится объем прямоугольного параллелепипеда, если длину и ширину увеличить на 20%, а высоту уменьшить на 30%? Итак, объем – это произведение трех измерений. Увеличение на 20% длины. Вот появился коэффициент 1,2. Ширина. Тоже коэффициент 1,2. А высоту уменьшили на 30%. Значит, коэффициент будет 0,7. Уменьшение на 30%. Значит, объем получится, если мы выполним действие с коэффициентами 1,008 АВС. А сначала объем был произведение трех измерений АВС. Значит, как изменился объем? Объем стал больше на 0,8%. Процент – это сотая часть. Если мы выполним действие, здесь получится 0,008, то есть увеличение объема на 0,8%. Третья задача. Число увеличили в 5 раз, а затем уменьшили на 16. Получилось число, которое в 3 раза больше задуманного. Какое число было задумано? Так, давайте задуманное число обозначим за х. Число задуманное увеличили в 5 раз, а затем уменьшили на 16. И получилось число в 3 раза больше задуманного. Так, осталось решить это уравнение и ответить на вопрос задачи. Обратите внимание, х и слева, и справа от знака равенства. Так, давайте и из левой части, и из правой вычтем 3х. Одно и то же число. 5х минус 3х – это будет 2х минус 16. А справа будет 0. 3х минус 3х. Так, решаем вот это уравнение. 2х равняется 16. Значит, х равен 16 разделить на 2. 8. Итак, было задумано число 8. Ответ в этой задаче 8. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...